На предприятиях компании Полиметал внедряются различные информационные системы. Каждая из них оптимизирует отдельную составляющую производственного процесса, а их комплексное применение повышает эффективность управления в целом. Например, обогатительную фабрику Бакарчикского горнодобывающего предприятия в Восточном Казахстане можно назвать умным производством. Здесь перерабатывают золотосодержащие руды и выпускают золотосодержащий концентрат. В производстве используется система СКАДА, которая обеспечивает диспетчерский контроль за технологическим процессом. Это система диспетчерского управления и сбора данных. Система работает в режиме реального времени. Система СКАДА является частью автоматизированной системы управления технологическим процессом. Все оборудование обогатительной фабрики оборудовано контрольно-измерительными приборами и автоматикой. Управление обогатительной фабрикой и оборудованием от измельчения руды до выпуска готовой продукции заведено в единый диспетчерский пункт в операторской фабрике. Оператор фабрики полностью управляет и контролирует технологический процесс. Алгоритмы СКАДА настроены на поддержание оптимального и эффективного технологического процесса. Над СКАДА есть экспертные системы, которые управляют процессом измельчения и флотации. Алгоритмы, заложенные в СКАДА, позволяют нам оптимально использовать ресурсы, позволяют достигать оптимального и полного извлечения ценного компонента из исходной руды, что позволяет нам снижать издержки и быть эффективными. Дальнейшее развитие СКАДА предполагает внедрение и использование элементов искусственного интеллекта. В группе компании «Полиметалл» наша фабрика является одной из самых новых и высокотехнологичных. При добыче руды критически важны безошибочные действия персонала, поэтому на карьере Бакарчикского горнодобывающего предприятия используют спутниковую навигационную систему ТОПКОН. Она в 3D формате отображает конфигурацию рудного тела и позволяет машинисту экскаватора при обработке забоя выбирать золотоносную руду, а не пустую породу. Скрупулезность горных работ оценивают маркшейдеры. Тема ТОПКОН – это система управления рабочего органа экскаватора, то есть ковша и рука, эти пространства в плане и по высоте. То есть машинист экскаватора видит ковш, куда он передвигается относительно проектного каркаса, проектного блока. Данная система внедрена на ТООБГП, 2016 года и используется на 5 единицах экскаваторов. Это гидравлические экскаваторы КамАЦУ PC2000 и PC1250. За время использования зарекомендовала себя как отличный индикатор. Если в 2016 году у нас расхождение между проектными и фактическими контурами составляло 30-40 см, то с опытом работы за эти 5-6 лет получили большой опыт. Сейчас при контрольном замере данное отклонение составляет плюс-минус 20 см. Даже 20 см нет. Если учитывать, что мы отрабатываем это большим ковшом, который ширину только до 2 метров и объемом, вместимостью ковша 10-12 кубов, то это, я считаю, ювелирная работа. Служба главного маршратора следит за показателями потери разубоживания. Вследствие применения данной системы мы получаем очень хорошие результаты. Георадарный мониторинг на Бакарчикском горнодобывающем предприятии используют для обеспечения безопасности рабочего персонала и горной техники. Георадары Ибис Арксар, использующие антенны синтезированной апертурой, следя за поведением бортов карьера, фиксируя даже мельчайшее смещение горного массива. Результат наблюдения мгновенно поступает на центральный сервер и специалистам, задействованных на открытых горных работах. При опасности обрушения людей технику эвакуируют. На данный момент на восточных и на западные чаши карьеры установлены два георадара. И время сканирования идет 30 секунд, и угол сканирования 360 градусов. На сегодняшний день, на месяц рождения Бакарчик, георадар является из основных передовых приборов для обеспечения контроля устойчивости бортов карьеры. Ну и в случае возникновения деформационных процессов по бортам, с помощью оповещения от георадара, мы можем оповестить рабочий персонал на карьере и приступить к дальнейшим действиям. Предприятие «Варваринское» в Костанайской области занимается переработкой золотой и медной руды. Здесь, и как на многих других предприятиях, компании в приоритете создание максимально безопасных условий труда. Для этого на «Варваринском» используют систему локального позиционирования, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за работниками, находящимися на фабрике. И в случае экстренной ситуации получить сигнал о происшествии, падение, обездвиженность сигнал «СОС». Диспетчер определит местоположение работника в считанные секунды. На сегодняшний день система локального позиционирования полностью протестирована и запущена. Она состоит из программно-аппаратного комплекса. По программной части бэкэнд выполнили сами разработчики. Аппаратная же часть состоит из анкеров и метки, которая в случае внештатной ситуации позволяет работнику подать сигнал «СОС». Анкеры здесь служат для идентификации и позиционирования снабженных метками сотрудников. Как только сигнал «СОС» подан, система в тот же момент оповещает диспетчера фабрики, который взаимодействует с работником строго по определенному регламенту. Но не только этим она хороша. Оповещение происходит и в том случае, если работник упал или обездвижен. К тому же, при входе в опасные зоны, система оповещает о том, что данная зона не является безопасной. Вот мы на мониторе видим зеленый, это вот человек в полном движении получается. Синим, это он получается бездействие. Также нам система позиционирования позволяет контролировать наших работников в опасных зонах. Вот, человек подал сигнал «СОС». Диспетчер по радиосвязи выходит на меня. Моя обязанность – прибыть на место, откуда поступил сигнал «СОС», проверить, убедиться. Если произошел какой-нибудь там, ну, инцидент, случай, то я должен действовать согласно своей инструкции, то есть согласно плану ликвидации аварии и схемы оповещения. К счастью, на практике таких случаев не бывало, и дай бог, чтобы не было. В 2019 году на Варваринской фабрике начали внедрять машинное зрение. Система состоит из программного обеспечения и камер с большой частотой съемки, позволяющих выявлять рудные негабариты на линии питания мельниц. В процессе разработки в программу «Умной системы» была загружена целая база с изображениями камней различных форм и размеров. Поэтому она с легкостью определяет фракции руды, отличает габарит не от габарита и сигнализирует при необходимости диспетчеру. Тот, в свою очередь, останавливает конвейер и предотвращает забивание питателя мельницы. На первом этапе внедрения машинного зрения производился подбор оборудования, закуп, монтаж, разработка программного обеспечения, получение данных систем и интеграции в существующую систему. Второй этап — это анализ данных. Систему планировалось внедрить в двух направлениях. Это гранд-состав и негабарит. Система негабарит установлена на участке дробления, на конвейере 10СВР-01. Назначение этой системы — определить негабарит руды свыше установленной уставки и, соответственно, остановить конвейер в зоне разгрузки. Для снятия негабарита с конвейера. Система гранд-состав планировалась для анализа потока руды по фракциям в процентном соотношении для стабильного питания мельницы. Компания «Полиметалл» не стоит на месте, а стремится непрерывно расти, внедря не только лучшие практики, но и свои собственные разработки. Благодаря новым технологиям оптимизируется производственный процесс, повышается уровень безопасности на рабочих местах, растет конкурентноспособность, а, следовательно, увеличивается и показатель социально-экономического развития не только предприятия, но и страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова